Здравствуйте, уважаемые коллеги и любители живописи! Меня часто спрашивают, какими красками я пользуюсь, какие краски выложены у меня на палитре. Так как я художник-пейзажист, мой набор может отличаться от набора красок тех художников, кто пишет портрет, натюрморт или сюжетную картину. Сегодня я расскажу, из чего состоит моя палитра и какими красками я пользуюсь. Начинаем! Я буду рассказывать о красках в той последовательности, как они лежат у меня на палитре. Первой краской у меня лежат белила. Я пользуюсь белилами титановыми. Это самая насыщенная по белизне цвета краска и ее идет меньше всего. Краска белая это расходник. Мы постоянно замешиваем ее в разных смесях. Поэтому белила надо выбирать качественных производителей. Я пользуюсь красками Мастер-класс и Рембрандт. Следующей краской на моей палитре лежит кадмий лимонный. Он очень необходим для летнего пейзажа. Без него обойтись практически невозможно. Многие художники пытаются купить более дешевую краску под названием стронциановое желтое. Мастера не советуют заменять кадмий лимонный стронциановый желтый, потому что эта краска очень сильно меняется со временем. После кадмия лимонного на моей палитре лежат две желтые краски под названием кадмий желтый средний и кадмий желтый темный. Для меня, как для пейзажиста, это очень необходимые краски. В смесях с синими они дают очень нежные зеленые цвета. Также эти два оттенка необходимы для осеннего пейзажа. Иногда используются в зимнем пейзаже. Далее на моей палитре лежит кадмий оранжевый. Как художник-пейзажист, я могу убедительно порекомендовать эту краску к использованию. Вы найдете ее применение практически в любом пейзаже и в любом состоянии природы. Далее на моей палитре лежат четыре красные краски. Это английская красная. Это кадмий красный светлый. Кадмий красный темный. И краплак. У каждого художника набор красных красок свой. Выбирая красные краски в художественном магазине, старайтесь искать наиболее яркий и насыщенный оттенок. Земельные краски. У любого производителя в любом художественном салоне их представлено несчетное количество. Выбрать их всегда сложно. И каждый художник использует свои. Я советую, чтобы земельных красок было немного. Но одна краска была насыщенного коричневого оттенка, другая филетоватого оттенка, а третья нейтральная. Я использую умбру натуральную ленинградскую как нейтрально-коричневую. Сиену сженую как ярко-коричневую насыщенную. И капот-мортом как филетоватую краску. Зеленые краски. У меня, как у пейзажиста, на удивление, мало зеленых цветов. Я часто получаю зеленый цвет смешением синего и желтого. Но вам, дорогие друзья, я хотел бы посоветовать три зеленые краски. Это изумрудная зеленая. Окись хрома. И травяная зеленая. Изумрудная зеленая имеет холодный, всегда применимый в летнем пейзаже оттенок. Дает очень красивый смесик с красными и коричневыми. Окись хрома. Изумительная, глубокая зеленая краска. Очень часто используемая в летнем пейзаже. И травяная зеленая. Это новое изобретение завода Санкт-Петербургских художественных красок. Тоже постоянно пользуемое мной в живописи. У меня на палитре три синие краски. Это ультрамарин темный, небесно-голубая и кобальт синий темный. Без ультрамарина я практически не могу обойтись. Он используется мной очень часто. И для получения тонких зеленых оттенков в смесях с желтыми. И для написания неба. И для написания морской глади. Небесно-голубая. Это новая краска. Тоже очень любимая мной. Ее тонкий голубой оттенок. Очень красив в летнем небе. В солнечной морской глади. И также в смешении с желтыми красками. Кобальт синий темный я стал использовать недавно. Мне стало не хватать оттенка третьей синей краски. И он тоже плотно вошел в мою палитру за его уникальный цвет. Основная черная краска, которую я использую. Это кость сженая. В некоторых случаях я добавляю другие оттенки черных красок. Например, при написании зимнего пейзажа. В некоторых случаях я расширяю свою палитру красками зарубежных производителей. Это охрами и белилами от Римбрандта. Зеленой краской Тераверде. Зеленая земля от Лефранка. И землями и красными от Лефранка и Ван Гога. Есть производители красок, стоящие особняком. Например, фирму Олд Холланд. Красками этого производителя часто пользуются реставраторы. Я тоже покупаю избранные цвета от Олд Холланд. Должен предупредить, что краски очень дороги. И не каждый сможет себе позволить составить полную палитру от этого производителя. Выбирая краски, обратите внимание на специальную маркировку. Это квадратик. И рядом звездочки или крестики. Квадратик обозначает укрывистость краски. Или другими словами, густоту. Квадратик бывает полностью закрашенным, наполовину закрашенным или пустым. Пустой квадрат обозначает лисировочную краску, жидкую краску. Звездочки обозначают сопротивление краски прямым солнечным лучам. Я советую выбирать краску с максимальным количеством звездочек или другим словом, максимальной светостойкостью. Продолжение следует... Продолжение следует...